Всем привет! Сегодня я научу вас рисовать имбирные пряники и с их помощью мы оформим новогоднюю открытку. Приятного просмотра! Начинаем с разметки. Сначала придумаем, какие формы пряников мы будем рисовать. Это может быть человечек, елка, домик, снежинки, сердечки и тому подобное. Я размечаю их таким образом, чтобы осталось свободное пространство в левой части. Когда форма пряников нам нравится, рисуем сверху глазурь. Главное не делать линии очень тонкими, а то будет трудно раскрашивать. Для вдохновления посмотрите в интернете узоры на настоящих пряниках. В центре я оставлю подсказку, как мы будем раскрашивать все элементы. Если свет падает слева, то тень будет с противоположной стороны справа. Начинаю с теней на белой глазури. Для нее подготавливаю очень сильно разбавленный синий цвет с капелькой черного. И прохожусь по правой нижней части белой глазури. А сейчас остановимся на основном. Как же раскрасить пряник, чтобы он был похож на настоящий? Для этого понадобится всего три цвета. Это золотистая охра, жженая сиена и жженая умбра. В моей акварели сонет это номера 205, 406 и 408. Если у вас нет таких цветов, то за основу вы можете взять желтый цвет с капелькой коричневого, а для тени просто коричневый оттенок. В моем случае я сначала охрой раскрашиваю весь пряник или его участок. И пока акварель не высохла, беру цвет жженая сиена и рисую тень, как на подсказке. Также добавляю тень под глазурь, так как она объемная и отбрасывает тень на пряник. В некоторых местах цветом жженой умбры затемняю и добавляю точки. Музыка 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 И, конечно, даю акварели возможность смешаться, как ей захочется. Музыка 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 Точно таким же способом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Далее, как и во всем остальном, беру цвет потемнее и рисую тени Не забываю добавить тени под глазурь, как например на штанишках пряника То же самое делаю и зеленым цветом То же самое делаю и с зеленым цветом После, когда акварель высохло, я беру темно-коричневый оттенок номер 408 и добавляю еще точек на пряники Это добавит эффекта, будто их действительно выпекали Для бликов на глазури я беру белую гуашь и добавляю их везде в левом верхнем углу Вспомнила, что не добавила тень на зеленую глазурь После раскрашивания решила пройтись и затемнить тень на белой глазури еще разок Так как картинка получилась очень яркой С пряниками все готово, осталось добавить надпись Я решила написать слово Рождество на английском языке в сокращенной форме И сделаю надпись, будто она написана той же глазурью красного цвета Раскрашиваю основной тон Раскрашиваю основной тонкой Продолжение следует... Добавляю тени. Добавляю тени. А также рисую блики. Стираю лишний карандаш, подправляю последние недочеты и да, открытка готова. Если понравилось, ставь лайк и не забудь посмотреть, как нарисовать другие новогодние открытки. Спасибо за просмотр!